Доброго времени суток, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Наконец-то ко мне пришел глянцевый лак от фирмы Мистер Хобби, и я могу продолжить свою работу над броневиком Т-17Е2. Да, стройка у меня затянулась, если многие следят за этим броневиком, так как у меня не было глянцевого лака, хорошего. Для чего мне глянцевый лак нужен был, сейчас объясню. Перед тем, как переводить декали, я наношу поверхности, куда будут приклеены декали, всегда тонким слоем глянцевого лака. Обычно использую глянцевый лак Томия или Мистер Хобби. Мне они, два лака, очень нравятся, и вот долго пришлось ждать, потому что у нас в интернет-магазинах проблема с этими лаками, очень быстро раскупают. И вот у меня стопорнулась данная работа над броневиком. Ну и продолжу. Для чего я это делаю? Наношу лак, потом перевожу декали на этот лак, а декали я всегда привариваю Томийским Максфитом. Если задуть эти участки футурой, то я заметил, что футура может побелеть и стать белой. Вот дабы этого избежать, я и пользуюсь Томиевским или Мистер Хоббовским лаком. И для чего это? Это делается для того, чтобы не было серебрения декалей, и как бы они хорошо ввариваются в лак, и потом я сверху опять уже полностью лакирую модель глянцевым лаком под смывку, и тогда декали очень хорошо сливаются с моделью, и никаких проблем нету. Как я вот иногда замечаю у некоторых, в стае выставляют модели, у них подложка серебрица или сама декаль серебрица. Это вот скорее всего из-за того, что их переводят не на подготовленную поверхность. Декали мне вот от фирмы Бронко очень понравились. Буду использовать верхний вариант, пустынные крысы, или пустынные мыши, как тут правильно переводится. Поэтому сейчас развожу лак, начинаю подготовку, и будем переводить декали. Развёл хорошо лак, и начинаю тоненько выдувать. Тоненьким слоем. Как видите, лак даёт хороший глянец. Очень хорошее укрывистость у этого лапа. Очень хорошее укрывистость у этого лапа. Вот, как бы поверхность получается глянцевая. На глянцевой поверхности очень хорошо декаль сольётся. Как бы расход лака небольшой для этого нужен. Лучше сделать такую процедуру, и не бояться потом задекали. Декалу. 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 Докалу. Д � wichtiger. Продолжение следует... 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 Как видите, лак лёг ровненько, подложка, конечно, немножко толстовата на декалях оказалась, и даже маркфитом не сильно и вварилась, потому что немножко жёсткие декали всё-таки. Сначала я думал, что они будут тоненькие, но когда начал переводить, понял, что они жёсткие и вроде бы хорошо смачивал, но всё равно подложка просматривается, но я думаю, матовый лак, масляные тучки спрячут их полностью. Как видите, что получилось. В следующей части будем делать смывку. Кому интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь на канал, кто не подписался. Спасибо вам, друзья, всех благ вам и вашим близким.